Всем привет! С вами снова интернет-магазин Antelive.com.e и Александр. Конечно же, кто же еще? Сегодня хочу сделать такое видео для обучения, скажем так, для наших клиентов. Может быть, кому-то понадобится эта информация для наших подписчиков. В целом, очень часто задают вопросы, что купленный смартфон или телефон очень плохо звучит, меня плохо слышно. Я плохо слышу, тихий звонок, тихие наушники и тому подобное. Все это настраивается, все это делается. Хочу лишь рассказать и подсказать, где и что и как. Во-первых, хочу обратить ваше внимание на то, что звук качелькой громкости регулируется. В каждом режиме он свой. То есть, если на рабочем столе, то в данном случае мы регулируем звук внешнего динамика, вот когда нам будут звонить. Если мы, допустим, в трубке, то этот звук регулируется отдельно. Я могу здесь убрать звук на серединку, а здесь выйти на другой звук. А здесь у меня совсем другие уровни звука выставлены. То есть, это совсем все по-другому. Также при просмотре видео, это еще один уровень звука. То есть, все по-разному. Во-первых, чтобы подкорректировать звук, нам нужно зайти в инженерное меню нашего смартфона. Все зависит от прошивки. Бывает прошивка, которая идет с инженерным меню, бывают прошивки с заблокированным инженерным меню. Во-втором случае, если инженерное меню заблокировано, то такие смартфоны нужно прошивать. В других случаях заходится двумя способами. Первое. Либо заходится путем набора специальных кодов. Специальные коды посмотрите в интернете. Но самый простой это звездочка-решетка-звездочка-решетка-364-6633-решетка-звездочка-решетка-звездочка. Он у меня здесь не работает. Но в основном на всех смартфонах этот код доступен. В интернете загуглите. Я захожу в инженерное меню через очень интересную программу, которую можно просто скачать через Play Market. Программа называется Mobile Uncle Tools. То есть, это такой мобильный дядька, в котором у нас есть множество интересных функций. То есть, это не просто зайти в инженерное меню. Что умеет эта программа? Эта программа может нам показать информацию о нашем девайсе, может помочь нам зайти в инженерное меню, может прошить нам рекавери в телефон, может там проверить имей, там слить их, запуститься, перезагрузить наш смартфон, перезагрузить сразу же в рекавери меню, чтобы не классать потом вот эти вот там плюс и вкл. То есть, давайте рассмотрим, как же настраивается звук через инженерное меню. Я захожу через Mobile Uncle Tools. Тут у меня есть вход в инженерное меню и инженерное меню для МТК. Значит, инженерное меню также может отличаться. Оно может отличаться в зависимости от прошивки и в зависимости, опять же, от самой версии инженерного меню. Вот у меня вот такая вот раскладка этого инженерного меню есть. Смартфоны, это в новых смартфонах инженерное меню, вот оно листается слева направо или справа налево. Но основное это вот это вот меню. Нам нужно выбрать аудио и тут мы заходим в дальнейшее. Здесь у нас есть три режима, три основных режима. Для стандартного пользования здесь есть Normal Mode, Headset Mode и Load Speaker Mode. Значит, первый режим, это касается непосредственно, когда мы разговариваем по телефону, то есть, вот этот вот ушной динамик и микрофон в нашем смартфоне. Дальше Headset Mode, это мод, это режим прослушивания музыки через гарнитуру, увеличение громкости, опять же, через гарнитуру, чувствительность микрофона через гарнитуру и тому подобное. И третий режим, это режим громкой связи, то есть, внешние вот эти все динамики, режимы медиа, режимы, когда мы смотрим фильм, когда мы слушаем на внешнем динамике музыку и тому подобное. Как это все настраивается? Первый и самый, наверное, важный, когда вам плохо слышно, настраивается динамик, ушной динамик во время разговора. Значит, тип, выбираем здесь динамик, и здесь у нас есть вот уровни, левелы с нуля по шестой. Соответственно, нулевой, это когда вы качелькой громкости вкласснули на самый минимум, шестой левел, это на самом максимальном уровне. То есть, в зависимости от вот этих вот нажатий, вверх-вниз, вверх-вниз, у вас вот эти вот режимы выбираются. Здесь вы можете усилить свои данные. Ну, допустим, вот шестой уровень, максимальное число доступно от нуля до 160. У меня выставлено 155, мне этого хватает. В некоторых телефонах, когда, допустим, ну довольно плохо слышно, и установлен, допустим, уровень 130, вы повышаете его, допустим, ставите максимальный уровень. Чтобы сохранить, нажимаете Set. Оно сохранено, и уже, когда в последующий раз вы будете разговаривать по телефону, вы увидите значительный прирост в громкости звука. То есть, также выставляется, вот чем ниже уровень громкости, на пятый у меня 145, на четвертый 135, 115 и тому подобное. Также здесь отсюда настраивается микрофон, чувствительность нашего микрофона. Насколько я понял систему, как работает вся вот эта вот петрушка, смысл в чем? Ну, во-первых, микрофон мы не можем никак с вами усилить, он работает как работает, но мы можем помочь ему реагировать на окружающие шумы. То есть, если вы общаетесь, допустим, в комнате, то громкость, допустим, то громкость этого микрофона у вас пусть будет максимальной. Но, когда вы, допустим, выходите на улицу, и вокруг ездят машины, вокруг какие-то посторонние шумы, очень много-много-много всего-всего-всего, то чувствительность микрофона в данном случае лучше понизить. То есть, когда на микрофон идет очень большой звук, то вот в данном случае у меня эта цифра стоит 160. То есть, на это влияют вот те моменты, когда, допустим, может фонить микрофон, может как-то запирать, может вашему собеседнику какие-то помехи. То есть, это такие, в этом инженерном меню, в принципе, как можно улучшить, так можно и ухудшить эту связь. То есть, с этим меню нужно будет вам, ну, уже просто-напросто экспериментировать. Значит, идем дальше. Режим гарнитуры. Опять же, здесь все идет по аналогии. Здесь есть динамик, гарнитуры, все основные настройки, все такие же. То есть, здесь есть громкость прослушивания музыки через наушники. Тоже, кстати, был удивлен, когда увеличил у себя, мне не нравилось, что, ну, не максимальная громкость. После увеличения наушники стали так орать, что очень-очень круто. Также здесь можно, опять же, настроить чувствительность микрофона от гарнитуры. То есть, все здесь по аналогии. И идем в последнее меню, громкая связь. Здесь, что у нас есть основное? Здесь есть режим входящего звонка. То есть, громкость вот той вот играющей мелодии, которая у вас стоит на звонке. Здесь такие же уровни громкости, шестой, пятой, то есть, все по аналогии. Здесь мы можем настроить микрофон во время громкой связи, допустим, при общении во время скайпа, например. Допустим, когда вы ведете связь, видео-чат у вас. И здесь также есть медиа, здесь есть просто динамик. Это все настраивается и это все регулируется. То есть, вот так вот это все сохраняется. Особо никаких рут-прав не нужно, там каких-то излишних каких-то спецвозможностей. Вот эти три менюшки – это основные режимы, которые вам помогут для увеличения громкости своего смартфона. После этого я вам даю гарантию, что вы будете полностью довольны своим звучанием, как звучит ваш телефон, как звучит ваш смартфон. Вас будут отлично слышать, вы будете отлично слышать. И вот будет решена ваша основная проблема. Спасибо всем, кто смотрел. Если что-то не так говорил, комментируйте. Я критику принимаю, критику адекватную люблю. Но выражайтесь тоже нормальными словами, потому что х** и каких-то грубых б**л я х**ю не уважаю. Спасибо, ставьте лайки, кому понравилось. Подписывайтесь на наш канал, интернет-магазин antelife.com.ua. С вами был Александр. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, выражайтесь тоже нормальными словами, потому что хамов и каких-то грубых быдло я не люблю, не уважаю. Спасибо, ставьте лайки, кому понравилось. Подписывайтесь на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал.